So, what is happiness for you? Был занят поиском, полностью утонул в жидкостях жидкого, жидких питательных сред. И был полностью занят именно вопросами поиска разных технических решений широкого употребления жидких питательных сред. И если в теме вообще выращивания мицелия понабежало людей, и не без моей помощи, все чинно показывают, все выращивают мицелии в домашних условиях, на кухне, пол-литровые баночки, фальжаночки, перчаточки, все красиво, масочки, все снимают, все выращивают, баночки научились, молодцы, молодцы. Кто-то, в основном, я должен добавить этот материал, в основном, в принципе, я когда-то учился, есть прекрасное видео, не видео, а там такая публикация была такая длинная где-то на сайте, о выращивании псилоцибинок. Фактически, там были очень полезные советы, но там на кухне где-то в трех баночках что-то человек там делал, но сами принципиальные моменты были настолько интересны, что фактически по этому шаблону я внедрял свою технологию, скажем, по выращиванию вешенки, по выращиванию других грибов. Там довольно-таки были хорошие идеи для начинающего человека. Добавлю я ссылочку на эту публикацию, возможно, вам тоже это будет интересно. В каких-то мелких масштабах, ну, там есть очень ценный материал, в плане большого производства, что-то в больших объемах, там, ну, мало там содержания в этом материале, так что, ну, посмотрите, что вам там будет полезно из этого всего. А сейчас, вот именно, я хотел бы обратить ваше внимание на те моменты, которых именно нету в интернете, в принципе, вообще нету. Если проанализировать, что только люди не показывают, грибы показывают, мешки показывают, пеньки показывают, все показывают. А вот я вам сейчас покажу то, чего не показывает никто. Сейчас я вам покажу такие вот вещи, которых в интернете, в принципе, в русскоязычном, скажем так, вообще секторе нету вообще. Итак, сейчас я буду брать камеру и будем снимать то, что называется с руки. С руки, с руки, с руки будем снимать. Снимаем с руки. Сразу скажу, что, ну, техника не совсем для тех целей, которые я буду показывать. Вы будете видеть только в общем, потому что такой техники, чтобы именно снять то, что вижу я своими глазами, я не знаю, это очень какая-то другая техника. Если вы будете помогать каналу своими какими-то посильными вложениями, хотя бы в один доллар, каждый из вас сделал бы зачисление мне на благотворительный фонд PayPal в Анимашном Скуле, то, возможно, я бы купил себе хорошую аппаратуру и более детально показал бы вам именно то, что вижу я глазами. А пока посмотрим, что будет показывать наш Samsung и проникнемся этим интересным миром мицелия на жидких питательных средах. Итак, смотрим. Ну вот, сделаем такое сначала селфи в лаборатории. Вот, я уже слышу там в комментах, что ты там тянешь там и так дальше, давай показывай. Ну, успеем. Успеем. Я в предвкушении этого чуда природы. Вот, мы приближаемся к этой теме. Как вы видите, вот эти все баночки и флакончики. Это очень более чем самодостаточный материал для тех, кто делает свои изыскания на поприще выращивания мицелия. Об этом уже написано. Кто только об этом не снимал, можно что-то только не посмотреть. И Подоляк Алексей, и Тетюхин Николай, и другие Николай. Там множество всего есть. Но, вот таких вот вещей, в принципе, абсолютно мало. В общем и целом, видим использование разной лабораторной посуды для этих целей. И, ну, я просто думаю, с чего начать. Давайте вот начнем для начала из вот этого флакончика. Я просто буду двигать камерой и самим флаконом для того, чтобы вывести фокус и показать максимально то, что здесь находится. Ну, хотелось бы задать вопрос, что вы здесь видите. Я надеюсь, что кто-то обязательно ответит, что вижу какой-то чайный гриб там растет во флаконе. Я бы обязательно этому человеку ответил, что сам он чайный гриб, конечно. Вот. Такой вешенки вы еще не видели никогда. Вы все видели. Все. Вы думали, что много знаете мицелий. Так вот, я вам показываю еще одну интересную эпопею, которой, честно говоря, я для себя открыл не то, что мир, я открыл целый космос этого мира, этого мицелия на жидких питательных средах. То, что вы видите сейчас, это мицелий вешенки. Сейчас мы будем... Раньше я делал много видео. Оценка качества там и так дальше. Вот здесь тоже такая вот проведем оценку качества или анализ, что у нас здесь происходит. Но будем... Стараюсь вывести как-то лучше, чтобы... Ну вот. Ну реально вы видите, то, что находится внизу, вот это рост. Именно мицелия вешенки на жидкой питательной среде. Вот приблизительно вот так оно выглядит. Камера не позволяет очень так вот вывести в фокус вот эти тончайшие-тончайшие ниточки. Я не знаю, что она сейчас попробует на фокус брать или нет. Вряд ли. Она фокусируется на чем-то другом. Тончайшие ниточки. Очень интересно вообще наблюдать за этим. Они из маточной культуры, которая находится внизу. То есть видим какие-то более грубые такие субстанции. Из нее растет вот такой вот пух. До какого размера и состояния он сможет дорасти? Вопрос сейчас пока открытый. Смотрим на дату. Это 2 марта. Сегодня у нас 12 марта. То есть прошло 10 дней. За 10 дней культура выросла вот до такого состояния. Будет ли она дорастать до верха или закончится питательная среда? Я вам расскажу чуть позже, что там происходит. Здесь видим немножко другой состав. То, что я говорил. Будьте внимательны на моем канале. Я уже стараюсь озвучивать максимально, насколько я некоторые моменты упускаю, так как не считаю их важным. А на самом деле, может, они очень важны. Как видим, разные цветы этих питательных сред, значит, понимаем, что здесь, наверное, разный состав. То есть идет какой-то творческий поиск. Здесь видно, что, ну я, по крайней мере, вижу, здесь рост из разных источников. И вот эти субстанции напоминают такие, как шарики. Это мицелий такой в 3D. Отдаленно он похож на мицелий, который мы видим на плотных питательных средах. Здесь что-то похожее только в 3D. Что мы видим здесь? Это мицелий королевской вешенки. Возможно, вам здесь пока ничего не видно, кроме осадка. Но на самом деле, в этом осадке я вижу начальный рост. Это то, как мицелий зарождается. Сейчас я найду еще где-то флакончик с королевской вешенкой. И посмотрим, что происходит здесь. Вот. Вот здесь мы четко можем увидеть. Сейчас пока не четко. Я боюсь, чтобы не уронить. Потому что у меня был случай. Один флакон, одна колба у меня просто выскользнула из рук. И у меня просто сердце сжалось, пока она падала на землю. У меня остановилось на некоторое время сердце. И самое главное, на чем я поймал себя, мысль. Мне было не жалко флакона. Мне было не жалко даже... В этот момент мне было жалко просто организма. Это то же самое, как собака или кошка попала бы под машину. Вот так мне было жалко этого мицелия. И я понял, почему у меня все растет и все получается. Просто из-за такого моего отношения к этим клеткам. Не как к какому-то материалу, а именно как к живому организму. Вот поэтому у меня все и получается таким вот образом. И вот когда там мы видели вот эти пополбутылки, то здесь видим, что клетки только начали расти. Они набирают свою силу. И вот зарождается еще в некоторых местах. Вот здесь видно тоже вот эти пушистые шарики. Это идет деление клетки. Вот. Теперь, что 10 минут я уже вам наговорил на этом ролике. Давайте мы на этом моменте остановимся и встретимся где-то в следующий раз. И я еще поделюсь какими-то размышлениями относительно жидкой питательной среды. Не забудьте поставить мне лайк. И до следующего раза.